привет с вами арта ласки и сегодня мы вернемся к магика воксель я знаю многие ждали еще видосов по этой замечательной программе и сегодня у меня появилась возможность записать по ней ролик почему я выбрал именно магику ну изначально у меня было два варианта кубикал и магика кубикал платный магика бесплатная я не был уверен что воксель мне когда-нибудь понадобится и решил попробовать бесплатный воксельный редактор магику и как же я ошибался когда думал что обойду воксели стороной я еще расскажу чем они лучше многих других 3d стилей а сейчас мы начнем делать не простенький набор графики для платформера и так переходим к самой программе если вы ее видите вообще первый раз то посмотрите мой так сказать гайд обзор не знаю как это еще правильнее назвать а собственно по этой программе и принципе по тому ролику вам уже будет понятно где здесь что находится как это вообще все делается а мы сейчас сразу перейдем к практике значит вот этот кубик и нам в принципе не нужен я нажму контрол а чтобы все выделить и нажму дэлит а значит у нас здесь разрешение 40 на 40 на 40 короче 40 в кубе и я думаю нам в принципе этого вполне хватит вообще я бы хотел это сделать формате стрима но к сожалению мой замечательный интернет мне этого не позволит поэтому если у вас будут какие-то вопросы задавайте их в комментариях под этим роликом и и в следующей части я на них постараюсь ответить значит первое с чем я советую вам определиться это персонаж так как под него мы уже будем подгонять все остальные размеры она и с размером персонажа тоже было бы неплохо определиться поэтому в принципе если вы помните мой ролик о любой персонаж за 7 минут то его посмотрите и просто мы сейчас будем эту же технику применять в 3d а значит выбираем бокс и выбираем оттач то есть в этом режиме мы будем создавать эти самые воксели только для начала давайте перейдем на третью палитру она у нас так сказать пустая то есть но здесь есть три разных палитры с разными цветами можно воспользоваться уже например вот этой либо какой-то из них но а а я все-таки привык уже больше делать свои цвета потому что допустим а вот нравится мне допустим вот этот вот цвет давайте вот так вот покрасим красный вот но если есть еще вот такой то есть я хочу сделать чуть чуть посветлее видите он тут но не сильно так сказать отличается если я его здесь захочу изменить допустим сделать вот так вот посветлее то старый цвет уже пропадет то есть я не смогу здесь создавать свои цвета так сказать безвозмездно здесь вот этот палитра они все как бы ограниченные а есть по моему 255 цветов всего можно добавить вот и если этих цветов мне не хватает то это очень грустно хотя возможно кому-то это будет вообще не важно так что смотрите уже сами окей я все-таки перехожу на свою стандартную палитру пустую и цвета уже буду подбирать здесь сам так давайте наконец-таки создадим этот чертов прямоугольник через бокс и и теперь через фэйс то есть через эту букву f фэйс мод мы также его вытягиваем а на фоне что удерживая шифт мы можем его как бы в обратную сторону я первое время долго не пал почему я могу тянуть вверх но не могу тянуть вниз оказывается с обратной стороны тоже самое если зажать шифт я могу тянуть только вниз но не могу тянуть вверх окей этого кубика должно быть более чем достаточно хотя на самом деле он какой-то здоровенный мы будем делать персонажа поменьше вот такого кубика должно быть достаточно давайте вот даже чуть-чуть здесь вот так вот уменьшим теперь через коробку и удерживая shift мы сделаем здесь вот такую прорезь и через фэйс также удерживая shift его вот туда выдавим отлично так теперь видим что у нас здесь многовато толщины у него поэтому также через фэйс мы его примерно вот так вот уменьшим на самом деле у меня даже есть мысли сделать а вот как сделать ему ноги вообще-то сказать отдельной а моделька и собственно как и руки то есть допустим вот его нога просто отдельный прямоугольник вот вторая и то же самое будет допустим с рукой такой такой вот конструктор только уже для 3d но в общем то не суть а сделаем давайте отдельно ноги и я думаю можно добавить разрешение чуть-чуть чтобы сделать их чуть более детальными также через бокс добавим сюда объема а то мы его сделали слишком уж минималистичным хотя здесь можно сделать что-то более так сказать интересное но ведь это пока отодвинем напоминаю что горячая клавиша n у выделения и не забывайте переключить на режим rect то есть прямоугольник тогда он будет выделяться а именно прямоугольником а не по принципу бокса как вот мы делаем коробку это просто не всегда удобно так теперь мы здесь через тот же бокс не забываем переключиться на touch и удерживая shift уберем вот эти вот крайние углы так сказать слегка его сгладим а здесь через фейс немножко его под вытянем нога получилась немного узковатой так что мы его слегка вот так вот увеличим теперь добавим сюда еще немножко деталек это у нас будет как бы такой плавный переход а здесь уже можно наметить именно саму ногу так то есть вот у нас получилась такая не очень маленькая но и не очень большая нога тем не менее здесь еще есть над чем поработать слишком длинные и делать не будем а а вот тут вот можно даже слегка ее уменьшить вот так окей давайте его скопируем ставим и вот так вот переместим но сильно друг далеко друг от друга ставить не будем так в принципе 40 кубов нам в пространстве хватит чисто для персонажа мы его будем делать все таки немножко более детальным теперь также через бокс мы ему сделаем тело вот так и сразу здесь я так сказать наметим где у нас будет спина живот и так далее теперь также через фейс можем выдавить его и и кольцо он слегка толстый у нас я думаю сделаем вот как выберем линию и также удерживая shift но не знаю что в режиме оттач мы сделаем такой вот прорезь и эти стороны тоже по уменьшаем получится что-то вроде такого а вы пробуем еще немного сдвинуть и вот в принципе уже лучше теперь можно чуть-чуть прибавить в теле но здесь вот плечи так сказать мы слегка уменьшим вот так теперь возьмемся за голову выберем бокс и примерно вот такого размерчика нам должно быть достаточно я бы даже сказал слишком попробуем попробуем переместить ее уже непосредственно на тело и кажется это слишком перебор давайте ее уменьшать так ну вот уже что-то больше похоже на правду и думаю самое время сохранится так хорошо почти хорошо здесь у нас голова стоит немного не ровно с одной стороны придется все-таки уменьшить на один пиксель точнее в оксель так и думаю с этих сторон тоже а вот здесь мы его перетащим немного вперед ну а теперь пора приступать к рукам однако давайте для начала сделаем его немножко посветлее а вот руки сделаем как раз с серым цветом чтобы они уже изначально у нас были отделены а пока что воспользуемся снова обычным боксом так снова забываю выделить начала просто наметим так сказать плечо так чтобы не сливалось пока что вот так вот наметим опять же и сейчас уже будем думать как сделать лучше а значит я думаю что ему стоит сделать большие кисти рук то есть аж где-то вот такие вот да и в принципе именно ну практически именно такими мы его и сделаем значит сделаем просто на полу такой вот кусочек вытянем его и немножко сплющим как мне кажется слишком сильного сплющил ну да ладно сейчас разберемся просто поднимаем это все дело вверх так немножко перебрали снова хорошо теперь сделаем здесь что-то вроде большого пальца он у нас будет такой вот отдельный и по сути это просто должно напоминать кулак и для начала только сделаем вот такую вот прорезь то есть на обычном этом боксе можно также через бокса сделать вот такое вот подобие уголка и теперь поверх еще просто добавим сюда палец вот в принципе все пока что но должен сказать что здесь многовато всего поэтому давайте его поднимем а это уменьшим вот так в принципе его тоже можно сейчас сделать светлым цветом так как они сейчас привязаны к разным цветам если удерживать альты и щелкать как бы по разным частям то видно как здесь у нас перескакивают цвета хоть они практически одинаковые но теперь уже так сказать не сольются они в один даже наверное еще вот так вот уменьшим его хорошо с кистью пока что разобрались осталось придумать что-нибудь интересное с самой рукой попробуем сделать здесь просто большое плечо естественно немножко сглаженная хотя бы чуть-чуть но эти уже маленько лишние в принципе сейчас рука уже выглядит более менее естественно пожалуй стоит даже слегка опустить эту руку буквально на одну единицу вот так я думаю ее можно вот так слегка отодвинуть а здесь просто ее продолжим так ну уже в принципе что-то и пожалуй добавим сюда еще вот такую штучку думаю с этим пока все здесь в принципе ничего пока делать не будем а пусть так остается давайте продублируем эту руку также ее просто-напросто выделим скопируем ставим переместим и через ротейт повернем ее так кажется по оси z тогда ну да так но повернуть ее оказалось недостаточно можно было в принципе даже ее и не поворачивать а тупо отразить вот так нет не так вот по оси x отразили и все никаких проблем в принципе уже такой брутальненький человечек у нас получается и мне немного не нравится его так сказать тасс давайте его здесь слегка уменьшим также через линию думаю с этих сторон наставлять или нет пока что не знаю не знаю давайте пока не будем выставлять вот что-то такого тогда получается а если вот так ну в принципе тоже неплохо такое подобие лего человечка да в принципе так он смотрится тоже достаточно неплохо а если сделать еще вот здесь так ну что ж в этом что то есть но уже как бы нету такого кубизма как мне кажется хотя кто знает кто знает ладно оставим пока кубики эти в покое хотя в принципе вот так действительно было лучше и перейдем к его голове кем бы он у нас не был на голове лучше сделать какую-нибудь интересную штуку и думаю раз мы делаем что-то достаточно простое то наверное самое простое будет как раз что-то вроде шлема или кепки вот кстати насчет шлема я думаю действительно это будет самый простой вариант или даже что-то вроде вот такой маски даже если сгладить эти углы думаю можно получить что-то поинтереснее также через бокс сделаем здесь еще один уровень и также вот тут немножко сгладим можно попробовать его слегка припустить и добавить здесь еще один уровень и и и Вот такая пирамидка здесь получилась. А здесь можно сделать что-то вроде такого хохолка, так сказать. Только не таким высоким его сделать. И добавить сюда еще немножко объема. Вот так. Ну и совсем для веселья можно сюда добавить какие-нибудь рога. Это, наверное, слишком уже перебор. Думаю, их стоит сделать все-таки потолще. Потому что такие маленькие будут смотреться не очень интересно. Даже если они будут примерно вот так вот. Да, думаю, гораздо интереснее будет сделать их гораздо толще. Например, вот так. Здесь как раз можем углы уменьшить слегонца. Ну что ж, такое, думаю, уже более-менее подойдет. Попробуем еще сделать повыше вот так вот. Но кажется, это уже немножко не то. Хотя, в принципе, не так уж и плохо. Вот так вот. Ну и теперь, пожалуй, мы его просто скопируем, вставим и отразим по оси X. В принципе, уже повеселее смотрится. И давайте все-таки еще немного повозимся с руками. Не дают они мне все-таки покоя. А увеличим с одного вокселя до двух. И тогда они будут смотреться немножко мощнее. Здесь также добавим переход. Немного смущает, что здесь у нас пустовато. Поэтому добавим сюда тоже немножко вокселей. Так, ну в любом случае, эта рука выглядит помощнее. Поэтому я ее также скопирую. Пока просто скопирую. А предыдущую удалю. Теперь вставляю. Отражаю. И помещаю на ее место. Вот такая вот простая пересадочка. Так, теперь нужно сделать что-то с телом, чтобы оно не было таким плоским. И, в принципе, здесь уже будет попроще. Сделаем здесь доспех. И уже он выглядит более объемным, чем раньше. Но мне все равно пока не нравится его шлем. Какой-то он, ну, не знаю, скучный, неинтересный. Нужно что-то здесь с этим придумать. Так, ну что же. Со шлемом мы ему, можно сказать, пока что закончили. Это как больше идей все равно нету. Здесь сразу что объема немного добавим. И, в принципе, все. Так. Думаю, на спине ему еще как бы не помешало бы сделать вот такую вот штуку. И, в принципе, теперь его можно либо просто покрасить. Либо прям так уже помещать в игру. А на самом деле нет. В игру его помещать сейчас нельзя. И на то есть множество причин. А, например, мы сейчас нажмем Ctrl-A, чтобы выделить все. И увидим сетку. То есть сейчас это здесь куча кубиков. И те, кто разбираются в 3D-моделировании, знают, что такое полигоны, ретопологии и тому подобное, понимают, что что-то как-то до хрена полигонов здесь, ребята. И даже несмотря на то, что тот же Unity или Unreal справится с ним без проблем, да даже и с десятком таких вот персонажей, а с другой стороны, зачем тратить ресурсы как бы компьютера, и лучше сделать оптимизацию, и тогда игра будет в десятки раз шустрее. О том, как это делать, мы еще с вами поговорим. А, ну а теперь нам осталось его только раскрасить, и потом уже можно будет делать на нем различные операции. Ну, а это я уже буду делать в другом ролике, так как сейчас уже целых полчаса. Ролик затянулся, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить вторую часть, и чем больше лайков на этом видео, тем быстрее она выйдет. Ну и, собственно, не забывайте подписаться на мою группу ВКонтакте. С вами был Арталаски. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok